МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Молокова. Не взлетим, так поплаваем. Перрон Шереметьево затопило, к чему готовится пассажирам Чебоксарского аэропорта с билетами до столицы. Карл Маркс был неправ, что такое цифровой рубль, и сколько ноликов и единичек нужно человеку для счастья. Украсть, продать, деньги вернуть. Полицейские разбираются в очень странной схеме крашей супермаркетов. Нет ответа только на один вопрос. Зачем? Без слез не купишь. Индекс борща вполне официальный показатель роста цен на основные продукты питания в этом году нашу страну сравнял с Нигерией. Ценники на морковь на прилавках магазинов Чебоксар уже трехзначные. При этом в Союзе потребители России говорят о возможном взрывном росте стоимость овощей уже осенью. Что же будет с ценами и с нами? Представители партии «Единая Россия» прошли сегодня рейдом по торговым точкам. В качестве борщевого набора даже очень много обращений. Морковь, лук, капуста, картофель. А на сколько подорожало? Вы как продавец можете нам прокомментировать? И потом мы уже спросим немножко. Свекла, морковь очень подорожала. А на сколько процентов? В разы вот. Раньше сколько стоило месяц? 30 рублей, например, если было. Сейчас они 130 рублей. Очень дорого. 30 рублей что это стоило раньше? За килограмм. А что это? Какой продукт? Свекла, морковь, да. Это может быть связано с новым урожаем, поскольку старый закончился. Двоих-то еще пока нет. Осенью, наверное, будет. А картофель? 45, 45, 45. А наценка у вас какая от оптовиков? 25, 45. Наценка. Да. Мы промониторим наших морковь. Вот она, 2 рублей здесь. Картофель стоит 45 рублей также. У капусты цены нет. Лук? Ну, не в 4 раза. В 3 раза морковь подорожал, да, коллеги? Ну, в среднем, да. Это там в начале 130 у кого-то, у одного. С учетом, как вы считаете, от нового урожая стабилизируется? Не знаем, посмотрим. Конечно, немножко бьет по карману. Это тоже неприятный момент. Из-за непогоды в московском аэропорту Шереметьево задерживаются десятки рейсов. Перрон воздушной гавани залило водой, что стало причиной задержки десятков внутренних международных рейсов. Из Чебоксарского аэропорта имени Андриана Николаева в столицу России летают самолеты авиакомпании «Победа». Вечерний рейс с вылетом в 17.25 как раз в терминал Д. Шереметьево. Как рассказали нашей программе в пресс-службе авиагавани Чебоксар, на данную минуту все вылеты совершаются по расписанию. Аэропорт Чебоксар работает в штатном расписании. Никаких нештатных ситуаций, задержек ни вчера не было в связи с погодными условиями в других регионах. Прямые вопросы, прямые ответы. Почему нужно вакцинироваться? Кто дает медотвод от прививки? И какую вакцину для себя выбрали сами участники прямой линии? На прямой связи с жителями республики вице-премьер правительства Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов и главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. Полная версия уже на видеохостинге YouTube. Информация о заболевших, как сводки с фронта. Ежедневно в республике регистрируют порядка 60 инфицированных. Вакцинация не защищает от заражения. Это признанный и многократно озвученный факт. Вакцина поможет избежать осложнений, а они вплоть до летальных. 214 тысяч приняли решение вакцинироваться, а это 36% всех жителей. Это же в первую очередь забота о своем здоровье и самое главное о здоровье близких и людей, которые окружают. Главное это близкие, это родители, это коллектив. Самый популярный вопрос вроде как не такой важный, зато такой жизненный. Можно ли употреблять алкоголь до и после прививки? Ответ медиков однозначен. Нельзя. Вакцина может не сработать в паре со спиртным. Так что выбор очевиден. Перетерпеть на трезвую голову. Вакцина не вызывает заболевания, потому что вакцина не содержит живого вируса. Поэтому те проявления, которые были у пациента, самостоятельно прошли и были купированы. Без какого лечебного воздействия. Это в очередной раз докажет и говорит о том, что вызывает ту правильную реакцию иммунной системы нормального организма человека. Спрашивали, переболел, можно не прививаться, ведь антитела защитят. Нет, специалисты категоричны. Прививка в этом случае тоже необходима. Как и при хронических заболеваниях, при усиленном контроле лечащего врача. Единственный объективный повод пропустить прививочную кампанию – беременность и кормление младенца. Есть четкие противопоказания. Их немного. И в частности, значит, это первое. Ну, понятно, острые состояния. Острые состояния. Обострение хронических заболеваний. Этот период непосредственно. Вот. И доказанная аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины. То уже после нормализации температуры даже острого заболевания, как говорится, вакцинация уже возможна. Учеными доказано, что не ожидаются никакие отсроченные эффекты. И мы в практике это видим. Мы уже работаем восьмой месяц этими вакцинами. Никаких тяжелых, серьезных, отсроченных побочных явлений не наблюдаются после вакцинации. Значит, то, что касается репродуктивной системы, тоже учеными уже доказано. Провели исследования на спутнике ВИИ. Никаких, значит, побочных действий на репродуктивную систему не должно быть. Через полтора месяца прогнозируют всплеск заболеваемости. Простая логика. Школы и вузы начнут свою работу. Число контактов в геометрической прогрессии. По школе, почему говорят многие люди, что если детей не будут прививать, то школу искать не будут. Зарегистрированы вакцины, показания к вакцинации, в которых это от 18 лет. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что дети прививаться пока не будут. Каких-либо других изменений, кроме правил безопасности по отношению к инфекциям в виде дезинфекции рук, дезинфекции помещений, максимальная рассадка в классах, как это было в прошлом году, других мер мы пока не планируем. Сейчас на выбор три вакцины. Вся информация о них есть в интернете, на специализированных сайтах, а также у врачей в пунктах вакцинации и районных поликлиниках. В ближайшее время памятка о вакцинах появится в печатных изданиях и на телевидении. Ольга Алексеева, Вадим Муравьев, Андрей Шоклев, Республика. Украсть, продать, деньги вернуть тем, кого обокрал. Схема сомнительная, но вполне вписывается в статью уголовного кодекса – кража. Полицейские задержали мужчину, который мимо кассы супермаркетов, причем в разных регионах страны, уносил бритвенные принадлежности. Станков Элезий наворовал на 117 тысяч рублей. На кадрах оперативной съемки злоумышленник в маске, поэтому трудно сказать, насколько он гладко выбрит. В течение двух дней, 11 и 12 марта, в полицию Чебоксар и Новочебоксарска обратились представители сетевых магазинов с заявлениями о кражах. Объектом хищения во всех случаях являлись бритвенные принадлежности. Полицейские по крупицам собирали все детали происшествий, изучали камеры видеонаблюдения. Полученная с мест происшествия оперативная информация дала основание полагать, что ко всем случаям кражи бритвенных лезвий причастно одно и то же лицо. Было установлено, что злоумышленник за два дня посетил 19 магазинов в Чебоксарах и 6 в Новочебоксарске. Проведенные мероприятия вывели на след предполагаемого преступника. Оперативники установили, что подозреваемые находятся в Южном федеральном округе. В результате служебной командировки предполагаемый преступник был задержан сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Чебоксары. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 43-летний житель Калмыкии. В ходе дознания установлено, что преступление фигурант совершал в поисках денег. Похищенные товары он продавал. Аналогичный факт был задокументирован коллегами в городе Орск Оренбургской области. Там объектом хищения стали также бритвенные принадлежности. Обвиняемый в совершении 26 эпизодов краж из магазинов свою вину признал. И ущерб, превышающий 117 тысяч рублей, возместил в полном объеме. В настоящее время уголовное дело, сформированное дознавателем в 8 томах, с утвержденным прокурором обвинительным актом для рассмотрения направлено в суд. Сегодня документы для выдвижения на выборы в Государственную Думу подали действующие депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Игорь Маляков. Кандидаты-одномандатники представляют партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Анатолий Аксаков выдвинулся по Канажскому одномандатному избирательному округу номер 37, Игорь Маляков по Чебоксарскому одномандатному округу номер 38. Днем ранее документы для выдвижения на выборы в Госдуму подали два представителя КПРФ и один от партии «Родина». По Канажскому одномандатному избирательному округу номер 37 от партии «Родина» документы предоставили Эдуард Романов и депутат Госсовета коммунист Александр Андреев. Его однопартиец Владислав Цапин выдвинулся по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38. По этому же округу документы для выдвижения на выборы в Госдуму подал Сергей Павлов. Он представляет Всероссийскую политическую партию «Родина». По данным Центра избиркома Чувашии, на выборы в Государственную Думу выдвинулись 9 кандидатов-одномандатников. 8 от партий и 1 самовыдвиженка. Это данные на 16 июля. Сложные времена требуют нового подхода. В Чебоксарах, в центре «Мой бизнес» прошло деловое ток-шоу «Как управлять сбережениями в условиях глобальных вызовов». Как экономить, придумывает каждый сам, а вот как потратить, стоит спросить у специалистов. Ифат Фадкулин смог накопить небольшую сумму и взял ее с собой. Вратила финансового рынка не просто рассказали нашему репортеру, а показали, как приумножить честно заработанное. Деньги из бумажника перекочевали на карту. По сути, пластик убил саму идею бумажных купюр. Наличность из продукта и товара, а именно так ее рассматривали экономисты еще несколько лет назад, превратилась в виртуальные нолики и единички. Чем их больше, тем богаче человек, хотя и не может их ни подсчитать, ни потрогать, ни даже послушать их волнующий шелест. Теперь и пластик уходит в прошлое. Цифровой рубль идет на замену. Это такой проект, который, очевидно, будет приходить в нашу жизнь. Он как третья форма денег, безналичный, безналичный. Вот сейчас цифровой рубль должен будет, с моей точки зрения, обслуживать оборот цифровых финансовых активов. Закон начал действовать о цифровых активах с 1 января. Цифровой рубль поможет отслеживать умные контракты, то есть виртуальные сделки в интернете с прицелом на будущее. Их уже сейчас заключают, но контроль минимален. В итоге несуществующие деньги за несуществующие товары, которые, возможно, появятся в будущем, раздувают вполне реальный финансовый пузырь. Если он лопнет, все помнят кризис ипотечного рынка США, обвал мировой экономики. При этом игра на понижение курсов, особенно в условиях постпандемии, на инфляции может принести и вписывается в законы экономики по Марксу. Насколько оживился спрос? В некоторых городах, ну вот просто по недвижимости бум. Если взять Москву, Сочи, сбережения в условиях такой вот высокой инфляции, невозможно обеспечить на очень низко рискованных активах такую доходность. Поэтому сейчас, наверное, нужно говорить больше об инвестиции. Так какой же инструмент более выгодный? Ответ у бизнес-консультанта Андрея Николаева. Сегодня много говорится о сложном. Давайте простым языком. Вот представим, у вас есть 100 рублей. Как вы эти деньги потратите с умом? Могу ответить, наверное, нашим бизнес-консультантским анекдотом. Когда обращается человек, говорит, помоги мне с инвестициями, дай мне совет. И консультант говорит, вам советовали консультацию? А в чем разница? Ну, совет бесплатный, а консультация платная. Ну, тогда, говорит, мне совет. Мой тебе совет, купи консультацию. Деньги, которые лежат под подушкой, ничего не создают. Более того, учитывая инфляцию, с годами они обесцениваются. Резаная бумага, пусть и с четырехзначными цифрами, не стоит точно ничего. Рифат Фадкулин, Павел Иритков, Республика. Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектах в рамках реализации проекта «Чистая вода» обсуждали на заседании регионального правительства. Отмечено, что удалось выстроить централизованный подход, однако требуется контроль за сроками стачи объектов. На строительство четырех объектов выделено более 600 миллионов рублей. На эти средства был построен водопровод, который протянулся от северо-западного района Чебоксар до деревни Чандрово. Продолжается строительство системы водоснабжения и в Парецком районе. Здесь срок завершения ноябрь текущего года. В плане на следующий год решать проблемы с обеспечением водой в Шебуршинском, Батревском и Комсомольском районах. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувакской республики в микрорайонах жилых районов «Солнечный» и «Новый город», многоквартирных жилых домов по улице Магнитского, гор Чебоксар, девятого микрорайона западного жилого района города Новочебоксарска строится 12 объектов инженерной инфраструктуры. Это как сети водоснабжения, водоотведения, газовое и теплоснабжение. На общую сумму 202 миллионов рублей. Конкурсные процедуры проведены и заключены 11 контрактов на сумму 170,4 миллионов рублей. Кроме того, продолжается активная фаза реализации проекта «Оздоровление Волги». Объем финансирования почти 300 миллионов рублей. Ремонтные работы в Мариинском посаде в самом разгаре. К концу октября текущего года в порядок приведут набережные Волги. Здесь появится променад, установят освещение и лавочки. Напомню, в прошлом году «Марпосад» победил во всероссийском конкурсе в формировании комфортной городской среды среди малых городов. За победу город получил деньги на благоустройство 45 миллионов рублей из федерального бюджета. «Марпосад» на конкурс отправил работу под поэтическим названием «Веков связующая нить». Презентовали места притяжения туристов. Царскую гору, историко-крывеческий музей, памятник царицы Марии Александровны. Однако окружающая туристская инфраструктура, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Теперь ситуация должна измениться. В рамках национального проекта «Культура» в Батревском и Янтиковском районах проводится капитальный ремонт сельских клубов. Специальная комиссия во главе с министром культуры Светланой Каликовой проверила ход выполнения работ. Участие «Чувашия» в национальном проекте «Культура» является, конечно, такой существенной поддержкой для развития нашей отрасли. В этом году в рамках национального проекта «Культура» в «Чувашии» строится один клуб. Это Маргашевский район. И происходит такой капитальный ремонт двух клубов, которые являются опорными точками в районах. Один из таких клубов – это клуб в Батревском районе, где мы сейчас находимся. Ремонтные работы в сельских клубах Батревского района идут в срок. Стадия готовности – 80%. В порядок привели крышу и фасад здания. Не отстают и в Янтиковском доме культуры. Здесь полностью заменили электропроводку, отопление и систему водоснабжения, канализации и вентиляции. Осталась внутренняя отделка здания, установка межкомнатных дверей и сигнализации. Вход без ограничений. Необычная речная прогулка сегодня состоялась в Чебоксарах. На борт теплохода поднялись дети с ограниченными возможностями. Анна Центовская убедилась, что если человека нельзя вылечить, ему можно и помочь, и поднять настроение, и даже укрепить веру в то, что все обязательно будет хорошо. С третьего причала отправляется теплоход с особенными пассажирами. На борту 50 семей. В каждой дети с ограниченными возможностями здоровья. И, как у всех детей, с неограниченными желаниями. Организовал речную прогулку благотворительный фонд имени Анны Чижовой. На попечении у них 346 ребят. Мы стараемся социализировать особенных детей, тяжелобольных, палеотивных детишек, чтобы они приобщались к доступной среде, приобщались к социализации. И так же, как мы здоровые, живые и энергичные, они тоже живые и энергичные. Своих подопечных Ирина считает родными. Мы здесь все одна большая семья, добавляет она. Большинство детей никогда не катались на кораблике. Не говоря о фуршете. Здесь и вкусные пирожки, и экскурсии от капитана корабля, и аниматоры. Нам все очень нравится, все очень здорово. Это прекрасная возможность провести время вместе с детьми на свежем воздухе. Для нас вообще любая возможность куда-то выйти с детьми – это вообще очень большой праздник всегда. Своими эмоциями с нами поделился Вовочка. Ему сегодня посчастливилось побывать на мостике. Сам капитан провел ему экскурсию по рубке и рассказал, для чего же так много разных кнопочек на панели. Очень понравилось. Еще хочу. Но не знаю, будет ли такая возможность еще, конечно. Ну, а буду ждать приглашения опять сюда же. Мне понравилась поездка самая красота полная, открывается. Ну, еще и развлечения очень веселые. Время пролетело, когда играли, незаметно очень даже. По трапу все спускаются счастливые и довольные. Знают, что грустить о том, что поездка закончилась, не стоит. Уже в конце месяца ребят ждет увлекательное путешествие в Казань. А там и другие поездки. Анна Центовская, Бахтияр Велиев, Республика. Орнитологи настойчиво призывают не кормить хлебом лебедей, которые проводят лето в Чебоксарском заливе. Многие считают, что птицы голодают и активно их подкармливают. Когда мы приходим на залив, почти каждый раз мы их кормим. Всегда хлебом. Орнитологи говорят, что такая забота наносит вред лебедям. Дикие птицы, полностью приспособлены к жизни, в природе находят себе пропитание в необходимом количестве. Более того, за ними постоянно присматривают специалисты из Чебоксарского детского парка имени Николаева. Летом пернатые питаются водорослями и мелкой рыбой. И все-таки птицам можно давать угощение. Это могут быть только небольшие кусочки овощей. Хлеб и другие продукты с человеческого стола могут привести к гибели птиц. На этом я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова